Дождь 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 Ну, это важный сигнал, конечно, потому что, в общем, Украина должна понять, наконец, что власть не может жить по принципу, я бы еще немножко шил. Да, потому что, так сказать, после Майдана всем, вот, это тезис, что мы вас прикрываем от России, поэтому вы будете бесконечно оскормить и прощать нам все грехи. А грехи он будет жизнеспособен не бесконечно долго. — Станислав, скажите, а вот если говорить о нынешней ситуации, вы можете написать такой, ну, или высказать, некролог, да, некролог правительству Арсения Яценюка? Вот сначала, естественно, как, поскольку оно померло, это правительство, да, о хорошем. Что оно сделало? — Правительство Арсения Яценюка, в той мере, в какой-то от него зависело, все же сумело организовать настоящую войну. То есть оно все-таки более-менее подтянуло армию и обеспечивало антитеррористическую операцию АТО, которая привела, безусловно, к разгрому так называемых ДНР и ЛНР, если бы не вмешательство российских вооруженных сил, которые уже плохо отрицаются, по-моему, даже и Москвой. Это успех, все остальное, скорее, неудача. — А вот тут еще говорят, что насчет газа, они снизили газовую зависимость от России, тоже вроде как удача. — Ну, это, скорее, не настолько зависело от правительства Иценюка. Во-первых, упали цены на газ, в связи с падением цен на нефть, поскольку они привязаны одни к другим. Но, во-вторых, и в главных, это связано с колоссальным промышленным падением на Украине. Поэтому это упал. — То есть спрос упал. — Палка на двух концах. Конечно, снизилось очень потребление газа в украинской промышленности, поэтому, собственно, снизилась и зависимость от российского газа. — Ну, хорошо. А теперь о том, что не удалось. Собственно, все не удалось, все остальное. — Не удалось провести декларированные реформы. Но главное, не удалось избавиться от системной масштабной коррупции и имиджа власти, пораженной коррупцией. То есть всяческие зловещие фигуры типа Николая Мартынинка, но я с Мартынинка знакомый, я не считаю его зловещие фигуры в личном плане. Это весьма обаятельный, улыбчивый человек. Но он стал символом, в общем, теневой кассы правительства Яценюка. Все, в частности, там поставок на грани и за грани фола через офшорные прокладки разным украинским предприятиям, включая легендарный Одесский припортовый завод, уже порождавший не один политико-экономический скандал на Украине и так далее. В общем, также стоит вопрос по прежнему отношениях Яценюка с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. В частности, так и не удалось правительству Яценюка вырвать ключевое предприятие украинского топливного энергетического комплекса «Укорнефть», по-украински именуемый «Укорнафта» и с рук Коломойского, хотя для этого были все политические и юридические возможности. В общем, в этом смысле правительство Яценюка провалилось. Хотя я, собственно, немного выждал от этого кабинета. Арсений Петрович Яценюк, безусловно, человек, наделенный рядом достоинства. Он хорошо говорит по-английски, он молод, красив, он принимает лучших домах Сан-Франциско, помните, ситечко. Но его увалили тут на прощание все, кто смог. Ну, только чтобы он не отозвал ни в коем случае заявление, чтобы он уже совершил смену правительства. Но Арсений Петрович относится к классическому типу звездных мальчиков, которые везде и нигде. Такой премьер Шредингера, действующий и живущий в рамках принципа неопределенности. Он к своим 42 годам уже занимал все возможные на Украине должности, поэтому то ли в шутку, то ли всерьез говорили о том, что после отставки, видимо, Порошенко внесет его кандидатуру на пост генпрокурора, потому что это единственный большой пост, который Яценюк еще не занимал. Он уже в 30 лет был исполняющим обязанности председателя Национального банка, потом последовательным министром экономики, министром иностранных дел, спикером парламента. И, в общем, нигде он не задерживался больше, чем на год-полтора. Но правительство два года. Правительство, да, это гигантский для Яценюка срок. Поэтому, в принципе, нигде Арсений Петрович, это за исключением того, что он умен и красив, что признавался всегда всеми. В общем, он не мог доказать, что он действительно эффективен. Ну, по объективным причинам, слишком мало времени он занимал этот или иной пост. А когда были президентские выборы 2010 года, то, имея изначальный рейтинг близкий к 20%, в итоге Яценюк получил менее 10%. В связи с чем один из спонсоров его компании сказал мне тогда, знаешь, теперь я понял, что не так важно преодолеть электоральный барьер. Вопрос с какой стороны. Хорошо, к нам присоединился Владимир Огрызко, в прошлом глава Министерства иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, добрый вечер. И вопрос к вам тоже связанный с уходящим правительством. Что у вас осталось в памяти хорошего, за что вы похвалите правительство Яценюка, а за что покритикуете? Ну, как вам сказать? Вы знаете, есть за что и похвалить, за что и пожурить. Знаете, я думаю, что сегодня мы все в Украине сфиксированы на то, чтобы смотреть в будущее. Знаете, копаться в том, что кто-то сказал так, я делал не так. Это уже отдадим историкам. А идея главная в том, чтобы все-таки, подытожив то, что сделано и не сделано, попробовать, по крайней мере, двинуться вперед. Потому что, собственно, это есть ключевым заданием для сегодняшнего украинского общества. Общество, которое переживает очень тяжелый период из-за агрессии России, из-за того, что происходит в Крыму и на востоке Украины. Поэтому я думаю, что сейчас политического класса для Украины главная консолидация, главная способность договориться и попробовать следующий шаг, который у нас впереди, сделать таким, чтобы он окончательно и постоворотно оторвал нас отставка. Вот это, мне кажется, будет главным заданием для нового притеса. И я хотел бы верить, что оно какой-то шаг все-таки через проблемы, через... Согласен коллегой Буковским, который говорил о том, что и коррупция, и умолство, и много других прекрасных, так сказать, в кавычках, радостей, которые у нас есть. Но, тем не менее, при всем этом определенный, пусть медленный, но, тем не менее, ход в правильном направлении. Хорошо. Вопрос... Просто продолжить вот эти позитивные вещи, и тогда ситуация будет... Хорошо. Станиславу Белковскому вопрос, почему все так сложно идет. Вот ожидалось, что уже нынче все решится. Есть кандидатура премьера, есть, в общем, понятно, на несколько фигур, там, которые придут, там, например, зам главы администрации Ковальчук, первым вице-премьером, еще кто-то, и вдруг все вот как-то зависло. О чем, собственно, идет ТОРК? ТОРК идет за посты в кабинете. Мы должны понимать, что все-таки власть на Украине остается в многом постсоветской, классической. Здесь Владимир Агрызко прав, что самое главное расстаться с психологическим наследием даже не столько советского, сколько постсоветского периода, закончить его, наконец, подвести под ним двойную сплошную черту, но этого еще не сделано. И всякий чиновник, который находится на должности, он, как правило, уже к моменту поступления на пост, на Великий пост, обременен обязательствами перед разными людьми, которые способствовали его назначению. Олигархами, чиновниками и так далее. Чуть более высокими, чем он сам. А уж к моменту ухода своего поставить, его обязательство выше крыши. Поэтому он не может просто встать, надеть плащ и уйти, освободив кресло, потому что его спонсор спросит, а где то, что обещано-то, а уже отдавать-то не хочется все, что было получено прежде. Это в России, в этом смысле все упорядочено. Каждый чиновник представляет определенный клан и сидит до Марковкина за грани годами. Поэтому здесь все проще. Ну, крайне сложнее, почему век чиновника недолог, и он обязан очень быстро отработать то, что в него вложено. Именно поэтому часто и масштаб коррупции зашкаливает, даже по сравнению с российскими мерками, где уровень коррупции очень высок. То есть на единицу времени, так? Единицу времени, да, конечно. Вот, поэтому, так сказать, народный фронт, представителем которого был и остается Арсений Петрович Иценюх, и блок Петра Порошенко, торгуется по прежнему за должности. Вот никак нельзя решить вопрос о том, кто же будет министром энергетики, или будет ли 31-летняя дама Юлия Ковалев, которая продвигает Владимира Гройсман, кандидат в премьер, министром экономики и так далее. Все это выглядит со стороны довольно странно, потому что Украина находится в состоянии войны, когда есть масса проблем стратегического характера, связанных в том числе с европейской и евроатлантической интеграцией страны. Вся эта мышечная возня еще раз показывает, что уровень ответственности элит не соответствует той исторической ситуации, в которой находится страна. Эволюция достоинства 2013-2014 годов, которая, в отличие от оранжевой эволюции 2004 года, была немирной и обильно полета кровью украинцев, требовала и другого уровня ответственности, и другого уровня постижения проблематики, чего мы от нынешней украинской власти не видим пока. И думаю, что еще смена поколений в этой власти в ближайшие годы одна хотя бы нам предстоит. Хорошо. Давайте еще Владимир Агрыск спросим. Владимир Станиславович, а как вы считаете, собственно, Европа и вообще Запад не разочаровываются сейчас в том, что происходит в Украине? Собственно, сейчас стабильность безусловно зависит от западной помощи. И вот этот вот такой спектакль политический, который мы видим в последнее время, он тоже, наверное, не добавляет аргументов в пользу поддержки нынешней украинской власти. Вы знаете, ну, как недавно, несколько лет назад, я одного-нападного коллеги своего услышал такое сравнение, что есть три типа врагов. Просто враг, смертельный враг, коалиционный партнер. Так вот, это не проблема Украины на самом деле. Точно так же торгуются, точно так же обговаривают до последней секунды кандидатуры в тот или иной правительство в любую европейскую страну. Но, я согласен, в этом смысле у нас мы обошли уже Европу, куда стремимся. Но ничего, я думаю, что так подоптируемся. Относительно усталости или не усталости, вы знаете, ну, по крайней мере, если новое правительство ну, хотя бы на, там, скажем, процентов 20, а лучше 25 дотерминируют экономику, то нам, собственно, западная экономическая помощь не будет в принципе нужна. И в этом смысле я тут главный фронт, это не международный валютный фонд или там какой-нибудь очередной мировой банк, а, собственно, работа в середине страны, и вот тут как раз общественность, и я вам скажу честно, я это как бывший чиновник наблюдая с величезным удовольствием, вижу, насколько общественность сейчас просто ну, стремится додавить некоторые государственные структуры, в том числе и в контексте новых процедур, там, скажем, проведения тендеров, государственных покупок, контроля за расходованием средств и так далее, и так далее. То есть, знаете, шанс есть, и я думаю, что этот если он действительно хочет помочь, а такая, такая, ну, по крайней мере, теке витает, вы, наверное, слышали, о том, что Германия предлагает новый фонд, так сказать, новый план маршала для Украины с фондом 100 миллиардов евро, что достаточно немалая сумма, в случае, если такие реформы начнутся, то есть, шансы есть, тут главная политическая воля и вот борьба с той коррупцией, о которой господин Станислав говорил несколько минут тому назад, но я думаю, что так или иначе движение в правильном направлении это главное. Хорошо, Станислав, а Гройсман это реформатор? Результат его деятельности на посту мэра Винница, он почти два срока был мэром, достаточно впечатляющий в позитивном смысле. Реформатор или он, мы не знаем пока, поскольку он не работал на таком уровне, где его реформаторская воля и потенциал могли бы появиться. Мы, с другой стороны, достоверно знаем, что, конечно, это стопроцентный человек Петра Порошенко. В свое время поддержанный ему на пост мэра Винница, а Винница это вообще вотчина нынешнего родина, хотя сам он родился в регистровье, но политическая родина это Винницкая область. И в этом смысле фактически руководить правительством будет президент. У нас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. А вот некоторые комментаторы говорят, что вот сейчас мы видим разногласия между Гройсманом уже и Порошенко или окружением Порошенко, там конфликтные ситуации не только с блоком Яценюка, с Народным фронтом. То есть не так все просто, наверное. Ну, какие технические конфликтные ситуации естественно были, есть и будут. Особенно с окружением Порошенко, поскольку он весьма неоднородный. Но в целом мы должны понимать, что Гройсман это не самостоятельный круг даже принесет Санюку. Может он станет в обозримом будущем, пока он им не является. Фактически новая конфигурация правительства позволяет говорить о том, что Петр Порошенко берет на себя всю полноту ответственности и за экономическую и социальную политику, которая по конституции на нее и возложена. Прямо как Ельцин в конце 91-го года? Да, но Петр Алексеевич вообще человек очень властолюбивый, властный. И в общем было вполне можно ожидать, что он к этому и ведет дело. Но это несколько, конечно, нарушает баланс властей, предусмотренный Конституцией. Хорошо, а где Гайдар тогда? Украина. Украинский. Ну вот украинским Гайдаром и признан быть Владимир Гройсман. Он почти ровесник Гайдара в момент заступления последнего на должность. Гайдару было 35, а Гройсману 38. А где команда? Ну команда очень разношерстная. Это не команда единомышленников, в отличие от Гайдара. Конечно, он с другой стороны действует не в таких экстремальных условиях, поскольку все-таки он опирается на парламентское большинство, а Гайдар не опирался на него. Еще и в той конституционной среде, где съезд народных депутатов был куда как более могущественен, чем нынешнее федеральное собрание Российской Федерации. И мог, кстати, двумя третьями глазов принимать любые решения, включая обстранение президента от должности. Но состав правительства, которое сегодня было предварительно обнародован, он хороший, нормальный, но ничем принципиально не отличается от состава кабинета Яценюка. Поэтому давайте дадим этим людям поработать, что называется. Ну вот изначально я не прыгаю на радостях на одной ноге, не только потому, что у меня сломано вторая, но и потому, что качественную разницу в составах правительства я не вижу. Это примерно все те же люди, только вид с Богом. Но есть такой сюжет, о котором уже сказал Владимир Агрызко, это собственно влияние общества, общественности, возможно среднего класса. По сравнению с Россией оно неизмеримо выше на Украине, и это вселяет заявление Саакашвили, очень резкое, которое прозвучало тут тоже на днях. Похоже, он остался в некотором смысле вне игры, или ему обещали, как некоторые пишут, место главы администрации президента, но Ложкин не пошел в правительство, и вообще сняли прокурора в Одесской области. Что происходит с этим реформатором? Не согласился, конечно, на пост руководителя администрации президента, он все время подчеркивает, в том числе и публично, что он бывший президент другой страны. То есть он хочет быть дважды президентом. В этом смысле, хоть он и под прямой подчиненный Порошенко, назначенный последним, но все-таки отношения у них немножко не такие, как у Порошенко с другими подчиненными. Нет. Саакашвили, я думаю, всерьез претендует на пост премьер-министра. Не сейчас, а в каком-то обозримом будущем. Кроме того, в контексте Саакашвили важно понимать важную тему досрочные выборы. Но сейчас как бы этот вопрос снят. Как минимум парламента. Но он может быть поставлен в любой момент. Это же Украина, не Россия, как мы помним. А Россия не Украина. О чем мы еще поговорим? Да. И здесь у Михаила Саакашвили есть временный, тактический, но весьма сильный союзник Юлия Тимошенко. А она сейчас в оппозиции? Она ушла в оппозиции. Совершенно правильно. С точки зрения своей политической тактики и текущих интересов сделала. Потому что по рейтингам, ну вот вы видите, что Юлия Владимировна обновила имидж. Мы видим, что она снова выглядит на 32. года. И обновила она не только имидж, но и уровень претензий, амбиций на украинскую власть. Согласно последним данным социологов украинских, блок Юлия Тимошенко делит первое и второе места. С кем? С блоком Порошенко пока что. По 20%? Или меньше? Несколько меньше, но, так сказать, уже первое место у Тимошенко, скорее у Порошенко второе. То есть популисты вперед. А там спину им дышит и Михаил Николаевич Саакашвили, который объединяет вокруг себя всех, кого категорически не устраивает коррупции. Кто видит в государственном опыте Саакашвили в Грузии определенный пример для Украины. И возможно не безосновательный. Вот, например, мой знакомый, хороший журналист Сергей Лещенко, например, сейчас заявил свою кандидатуру на пост генерального прокурора. И хотя Украина, хотя это отчасти троллинг, конечно, как принято говорить сейчас, но в каждом троллинге есть доля правды. И, в общем, почему бы и нет. Там еще есть другие претенденты. Да, конечно, и более вероятный тип Юрия Луценко, быв министром внутренних дел. Но сейчас, как раз, решается вопрос о том, чтобы разрешить стать генеральным прокурором человеку без высшего юридического образования. Это делается именно под Юрия Луценко. А если Юрий Луценко, то почему бы не Сергей Лещенко, который прославился громкими антикоррупционными расследованиями и получил за них несколько международных премий. Если будет некая последовательная работа со стороны сторонников досрочных выборов, то она может привести в определенный момент и к успеху и достаточно быстро. Давайте не будем забывать, что есть еще одна политическая фигура. Это Надежда Савченко, которая является... Которая в тюрьме в России. Да, которая в тюрьме в России. Она была первым номером в списке партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Она депутат Тимошенко. Она делегат парламентской ассамблеи Совета Европы Герои Украины. И мне кажется, что определенные украинские политические силы и политики может быть не вполне честны и последовательны в желании вернуть ее на родину. Может быть, с точки зрения стабильности нынешней власти и нынешней коалиции Надежда Савченко кому-то выгоднее и в российской тюрьме. Это, конечно, смелое предположение, но все больше есть косвенных указаний на его хотя бы частичную обоснованность. Но в этом ключе тогда Владимиру Путину может быть выгодно как раз ее обменять. Да, я думаю, что если бы Надежда Савченко вернулась в ближайшее время на Украину и подняла бы знамя досрочных выборов, то это серьезно увеличило бы вероятность такого сценария и тем самым тактического успеха политиков типа Юлия Тимошенко и Михаила Саакашвили. Поэтому я считаю, что в самом формировании все правительства Гройсмана это еще не означает, что власть стабилизирована надолго. То есть опять второе временное правительство. Да, это второе временное правительство. Дай бог, если у него получится задержаться надолго, хотя бы на пару лет как правительство и ценника, что в общем тоже беспрецедентно для украинской политики. Если мы посмотрим всю историю постсоветских правительств Украины, мы увидим, что кроме Николая Азарова при Викторе Януковиче никто долго не засиживался. Два года это максимум максимум. Хорошо. Владимир Огрызко тогда вопрос тоже вот о влиянии дела Савченко на политическую ситуацию в Украине. Вы уже слышали мнение Станислава. Что вы скажете? Да, такие разговоры о том, что ее возвращение может быть для кого-то не очень приятным ведутся. Но, знаете, я бы не стал бы с любой стороны и преувеличивать возможности одного человека в этом плане. То, что сейчас коалиция худо-бедна, но сложена, говорит о том, что по крайней мере два ключевых политических игрока именно Блок Порошенко и Народный фронт Яцевик не желают проведения выборов. И имея большинство в парламенте, они под тем самым популистам, которые очень активно рвутся к новым выборам, потому что на своем популизме думают, что они войдут во власть, вот этого не будет. Потому что, понимаете, делить-то, в общем-то, не создавая нефига. А перед тем, как что-то поделить, нужно его действительно создать. Так вот, задание каждого правительства, ну, адекватного, нормального, имели популиского, состоит в том, чтобы благодаря своей программе что-то продвинуть, что-то сделать, что-то увеличить. Для этого, кстати говоря, несмотря на российскую военную агрессию, в экономическом плане некоторые моменты позитивные уже просматриваются. Экономика, как ни странно, достаточно быстро адаптировалась к тем ампутациям, которые произошли через то, что Россия 20% украинской экономики практически разводила и разрушила, то, что потеряны многие кооперационные связи с востоком и с югом, но, тем не менее, как ни странно, есть тенденции того, что экономика может уже в этом году дать в принципе небольшой, но все же уже прирост, а это говорит в том, что начинаются вещи, которые при нормальной стратегии экономической могут дать никакую перспективу. Скажите, пожалуйста, а вот ситуация с все-таки с Донбассом, с вот этой вот замороженной войной, Минский процесс, не может ли все обрушиться, поскольку как раз в Минске, по-моему, никаких результатов нет, а сегодня произошло демонстративное событие, ну вот уровень переговорщика от России того же Грызлова там понижен, его из Совета Безопасности убрали. Ну, вы знаете, я думаю, что только очень наивный человек может думать, что Минские соглашения могут быть исполнены в той редакции, которую навязывают всем остальным участникам в Москве, наивно, такого не будет, потому что никто в Украине без политиков, которые находятся при власти, не пойдет на самоубийство, а это не то, что политическое самоубийство, это действительно конец карьеры на 60-60-60-летие, поэтому это в принципе исключено, это невозможно с точки зрения логики наших западных партнеров, потому что проводить выборы под дулами пулеметов для этой границы это полная пропанация тех же Сынского Госсия, ООН и так далее. Поэтому я думаю, что тут связывать Минские соглашения всем тем, которые происходят в Украине, уже в то же время не думаю, что хватит ума деприрешних кремлевских руководителей возобновлять боевые действия, потому что это аукнится еще большими, еще более серьезными санкциями, которые могут окончательно опустить российскую экономику под откос. Поэтому я думаю, что этот замороженный вариант в этой ситуации будет иметь место и дальше. А то, что Россия понижает уровень своего представителя, что она очевидно блокирует какое-то решение, но в этом снова-таки ничего нового. Вспомните, сколько лет продолжаются переговоры по регулированию Приднестрова скорых пунктов. Скоро уже будет 25. Так что это абсолютно не новость. Просто нужно понять, как действовать в такой ситуации и сделать правильный вывод. Хорошо. Станислав, как вы смотрите на ситуацию с этой замороженной или приостановленной войной? Не может ли она возобновиться, например, если те же реформы, предположим, под руководством Груйсмана будут достаточно эффективными, и вдруг все расцветет, и люди в том же Донбассе увидят, что они потеряли? Люди в Донбассе этого не увидят, поскольку они смотрят в основном первый и второй каналы российского телевидения, где в любом случае будет сказано то, что выгодно Кремлю. Ключевое слово было правильно сказано Владимира Маграска, это Приднестровье. Совершенно очевидно, что речь идет о реализации Приднестровского сценария. Будем мучить вас 25 лет. Территория именуемая сейчас Ордло, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Все же кончается на лов, все-таки лов это закон, поэтому что-то обнадеживающее в этом есть. Ну, я был и остаюсь при своем мнении, что Минские соглашения изначально были фейком и блефом, никто не собирался их исполнять ни с российской, ни с украинской стороны. Это была психологическая позиционная война. Сегодня мы видим первичные результаты этой войны, то есть де-факто Ордло будет оставаться под контрольным Россией в политическом смысле, под контрольным местным группировкам и бандам отчасти российским кланам в экономическом клане. Россия будет кормить этот регион, кроме того? Ну, ведь в режиме тотальной теневой экономики понятие кормить может трактоваться весьма расширением. Но ведь тут выяснилось, что целая специальная группа в правительстве курирует эти вопросы. Да, включая представителей спецслужб миллиард евро в месяц оценивались российские дотации этим территориям. Но ясно, что не будет ни выборов по Минскому сценарию, ни восстановления контроля Украины над границей. А что будет? Постоянная дестабилизация? Да, будет постоянная дестабилизация и в тот момент, когда Владимиру Путину это будет нужно по своим соображениям большого международного торга с западными партнерами, возможно и обострение военных действий. Я этого полностью не исключаю. Я согласен, что это не приоритетный сегодня для Кремля сценарий, но тем не менее его вероятность от них не равна нулю. А оставление этой территории, передача ее под контроль Украины при каких условиях вдруг может состояться? Я сейчас не вижу таких условий, разве что это может обсуждаться после ухода Владимира Путина от власти. Ну а какая-нибудь победа оппозиционного блока большая на досрочных выборах? Путин всегда не исключает этого и не сбрасывает этот сценарий со счетов. Собственно, главный автор и сторонник этого сценария Виктор Медведчук, бывший руководитель администрации президента Кучмы и кум Владимира Путина. То есть они родственники кумовья. И Медведчук проводит линию уже много лет, что скоро окончательно будет дискредитирована майданная власть и постмайданная, оковы тяжкие падут, темницы рухнут, придут наши люди. Я, кстати, не исключаю, что и возврат Надежды Савченко в Киев трактуется. Не в смысле что Надежда Савченко придет, как наш человек, но в том смысле появление в Киеве приведет к дестабилизации существующей власти и череде досрочных выборов будет до президентских, чего безусловно хочет и Юлия Тимошенко, хочет по другим причинам Михаила Саакашвили, который становится все более заметным. А Владимир Путин хочет досрочных выборов в Украине? Да, конечно хочет, потому что Путина хочет любой дестабилизации на Украине, в каком бы направлении ситуации ни двигалась. И тогда оппозиционный блок, то есть бывшая партия регионов, согласно этому сценарию, получит весомый пакет в парламенте следующего созыва и в конце концов наступит момент, так рассуждает Путин и так отчасти дает ему возможность рассуждать Барак Обам, который в своем программном интервью журнала «Атлантика» очень четко это сформулировал, он сказал, что да, Украина нас волнует, но она гораздо больше волнует Россию, чем нас. И в конце концов Путин собирается дожить того момента, когда Запад на все плюнет, скажет, да ладно, разговаривайтесь сами с этой проблемой, не лезьте только в наши дела. Полюбите меня за Сирию, например. Ну, то есть вот не лезьте тут к нам сюда, в Европу, К нам, в смысле, вместе с Украиной. Нет, а Украина с Украиной делает все, что хотите. И Путин здесь рассчитывает использовать свое главное преимущество неопределенный срок пребывания у власти. Что уйдет Обаму, идет Меркель, уйдут все, все умрут, а я останусь. Потому что только я, Путин, решаю, когда мне уходить, а когда нет. Это плохой сценарий, а хороший сценарий для Украины? Ну, хороший сценарий их легче отдать России полностью, даже формально. Но естественно, что сегодня на Украине нет мейнстримного политика, который осмелился бы произнести такой текст. Ну, может быть, через несколько лет уже можно. Это будет сделать, уже Украина посмотрит правде в глаза и придет к поводу, что не так, что нужны эти территории и в качестве платы за возможность проведения полностью европейских реформ и курсов в Евросоюз это приемлемо. Могут еще что-нибудь попросить там, в НАТО не вступать, нейтральный статус и так далее, аппетит у Путина проходит во время борьбы. Пока вот эти отдельные районы Донецко-Луганской области формально остаются в составе Украины, они-то являются рычагом, который не дает вступать в НАТО. Если бы они формально отвалились, тогда притчак бы исчезли. Ну, давайте еще один последний вопрос Владимира Огрюска. Вот как вы видите действительно хороший какой-то сценарий сейчас с этими кровоточащими ранами, которые есть у Украины и которые бередит Владимир Владимирович Путин? Вы знаете, я бы рекомендовал посмотреть очень интересную КМИ-монографию, которую недавно выдал в нашу институт стадийских исследований под руководством Академии Горбулина. Вы себе знаете такой весомый том как страниц на 500, где есть такие интересные разные сценарии того, каким образом все это произойдет. И он называется Донбасс и Крым цена возвращения. Вы знаете, разные идеи, сценарии, мысли. Мне кажется, что, как и в вопросе с Крымом, Украине нужно было бы сейчас очень спокойно объявить эти территории временно аккупированными. А раз так, то соответственность то, что там происходит сложится на губанда. а раз так пожалуйста миллиард в месяц а потом будет два миллиарда в месяц а потом будет еще больше этого. Это проблемы тех, кто это сделал. А в это время действительно заниматься борьбой с коррупцией, проводить нормальные реформы. И я вас уверяю, люди даже, которые смотрят как правило Сминсенслава Грюковский первые, вторые российские каналы, найдется немало источников информации, которые будут говорить о том, что реально происходит через 300-400 метров или 10 километров. Поэтому знаете, ситуация будет развиваться мне кажется именно таким образом. Мы я в это верю, если наше новое правительство дорастет до уровня понимания того, что такая европейская политика сможет достаточно быстро сделать правильные шаги в правильном направлении. Скажите, а панамские офшоры Порошенко не помешают? Вы знаете, могут до определенной степени помешать, хотя ну вот я тоже, как и все, поинтересовался мнением людей, которые в этом немножечко больше понимают, чем просто средний российский обыватель. Но криминала там относительно Порошенко на самом деле нет. Это форма контроля, но без такого либо способа не уплатить налоги. Потому что ведь офшор это главная цель это спрятать, как у нас любят говорить, оптимизировать налогообложение. Там ни одной копейки, ни одного доллара налево не ушло. Поэтому тема безусловно есть, она для украинской экономики колоссальная, потому что очень многие предприятия и очень многие предприниматели в кавычках, потому что на самом деле не предприниматели, а не совсем парламентские слова. Люди вот в этом проблема, как попытаться привести экономику в нормальное состояние. Вот это главная тема. А в данном случае поговорят несколько недель, поймут, что виднять именно на этом тема в шору прошлом закончится. Спасибо, я благодарю Владимира Огрызка, в прошлом министра иностранных дел Украины, а мы со Станиславом немножко двинемся теперь из Украины, которая не Россия, в Россию, которая не Украина. Я бы хотел сказать, что нет, конечно, разговоры не заглохнут, потому что в условиях свободной политической системы, которая существует на Украине, будет много всегда людей, кто-то про импичмент кричит, и Олега Лешко, лидер радикальной партии, и много кого, кто будет постоянно берегить эту тему. И хотя действительно, вероятно, состава преступления в действиях Порошенко нет, но обещание продать свои активы за включением Пятого канала, данное два года назад, до сих пор не выполнено, и украинское общество будет постоянно об этом президенту напоминать в самой жесткой форме. Станислав Белковский у нас в эфире, а мы сейчас посмотрим и послушаем небольшой опрос на московских улицах, что люди думают о том, стоит ли менять правительство в России, опираясь на украинский опыт. Нужно ли в России президенту сменить премьера, как в Украине, и на кого, если нужно? Я думаю, что наш премьер-министр несравненно лучше, чем украинский. Чем опытнее будет у нас Дмитрий Медведев, тем лучше будем жить. Что менять? Зачем менять хорошее на что-то еще неизвестно что? Нет, уже пора. А чем Медведев не нравится? Ну, ничего не происходит, экономика как была в загоне, так и осталась. У меня нет вариантов, хотя Медведев меня тоже не особо устраивает, но не на кого менять, наверное. Давно пора. А чем Медведев не нравится? А почему человек, не имея высшего экономического образования, является главой правительства? Премьер-министр Дмитрий Анатольевич с вами обязанностями справляется, но по крайней мере старается это делать. Естественно, все сразу не получается, поэтому там расстраиваться не нужно. Дмитрий Анатольевич справляется своими обязанностями. Просто очень многие недовольны, говорят, что-то в экономике плохо. Я лично доволен. У нас Дмитрий Анатольевич пока до уровня и ценника не опустился все-таки, чтобы прям так кардинально менять. Надо его менять или не надо менять? Ну, будет другой. Я же не знаю больше никого, кроме него. Бессмысленно менять шило на мыло, поэтому нет. Почему шило на мыло? Может, кого-нибудь хорошего можно поставить? Я не верю в сказки. Ни единого премьер-министра нужно менять, скажем так. Нет, ну, ну, вопрос к Таниславу Белковскому. Как вам настроение москвичей? Не хотят перемен, в общем-то? Ну, значительная часть москвичей здесь транслирует, опять же, позицию официальной тотальной пропаганды, транслируемой государственными телеканалами, поэтому ничего удивительного. Именно поэтому, собственно, все данные социологических вопросов, о чем я пытаюсь ствердить много лет, заведомо искажены. Но это замеры действия телепропаганды? Ну, вообще, всей системы тотальной пропаганды. Потому что, видите, все знают, что Иценюк плохой. Я говорю, что ничего конкретного при деятельности Иценюка никому неизвестно, но известно, что это что-то, это исчадь ядрый. Ясное дело, что хунта и злодей. И кошмарный ужас. Да. Ну, все-таки к российским делам. Скажите, а вот мы поговорили про офшоры, значит, господина Порошенко, там это обсуждается, ну, в России же тоже обсуждаются, хотя бы в сети, да, офшоры, вот, музыканта Ралдугина, российские каналы. И у нас даже есть две версии. Одна версия, что от Путина, что музыкант покупает скрипочки и разные виолончели на те деньги, которые ему достаются как миноритарию, как сказал Путин, нашей там фирмы, да, или компании, да. А другая версия, что это сложнейшая операция, значит, спецслужб, чтобы не дать злодею Керимову в свое время продать кабельные, по-моему, сети, зловредным иностранцам. Вам какая версия больше нравится? Мне нравится больше первая версия, хотя... Раскрипочки? Версия, на самом деле, мне больше нравится третья, то есть моя собственная, ну что, ну Сергей Ралдугин, да, один из партнеров Владимира Путина. Я думаю, что если бы на моем месте сидел Владимир Иванович Путин, если бы он пришел на радио «Свободу», он бы сказал вам нечто следующее. Что бы он сказал? Михаил, знаете, вот когда вы будете президентом Российской Федерации, тогда ваши друзья, населяющие эту студию или не населяющие ее, будут сидеть на панамских офшорах и будут миллиардерами. Вы что, что я нес ответственность за нашу с вами гребаную страну и благотворил кому-то другому, а не людям, которым я доверяю? Но он не так говорит. Нет, официально он говорит не так, но тем не менее, он впрягся, безусловно, за Сергея Ралдугина, за его репутацию, дал понять, что она ему дорогая, и это, естественно... Своих не сдаем. Да, но еще, понимаешь, конечно, Ралдугин, это не такой же свой, как Ротенберге, Тимченко или Ковальчук. Те все-таки бизнесмены-миллиардеры, а Сергей Ралдугин служитель МУС, поэтому к нему нужно относиться вдвойне трепетно. Это же не какой-то капиталистический хищник, который пусть и расплатится за то, что он на путинском горбу въехал в многомиллиардный рай. Представьте себе, что такие бы вещи рассказывал президент Украины, например, что бы там было? Ну, только Надежды Ставченко на него не хватило бы в этот момент. Нет, конечно, президент Украины ничего подобного рассказывать бы не мог по определению. Собственно, вся и беда нынешних украинских правителей состоит в том, что они, оказавшись в абсолютно прозрачной информационной и политически конкурентной среде, ведут себя так, как будто их нет. И поэтому очень часто попадают в просагу. Владимир Путин может себе позволить все что угодно в этом смысле. Он же считает, что его стабильность его власти не зависит от всех разоблачений. Все равно есть. И благодаря системе тотальной пропаганды с одной стороны и силовым структурам с другой, он удержит ситуацию под контролем, чтобы там не сообщали иностранные расследователи. А, кстати, о силовых структурах. Как вы оцените создание вот этой Росгвардии, Национальной Гвардии, Жандармерии, как некоторые ее называют, ну и так далее? Ну, это фактически параллельные вооруженные силы, которые должны дублировать функции армии и не давать возможности армии формально участвовать в подавлении беспорядков, если таковые возникают. Это не функция вооруженных сил бороться с беспорядками. Новочеркасск, 1662 года уже никто не хочет формально повторять, чтобы доводить каких-нибудь армейских начальников до констатации не вижу здесь неприятеля. Хотя там внутренние войска стреляли. Как раз. Да. Вот поэтому это просто закрепление силового каркаса путинского режима. Планировалось это давно, еще три года назад, когда, собственно, Виктор Золотова, нынешнего командующего Роснацгвардии, переместили в МВД на пост совместителя команды еще внутренних войск, было понятно, что уже к этому делу начинает идти. А если бы такое сделали в Украине, опять же? Кстати, на Украине проект Насгвардии на базе внутренних войск тоже существовал еще по президенту Ющенко. И может быть, даже он когда-то будет реализован. Другое дело, что Яшин на Украине совершенно другая политическая среда и использовать силовых структур в той мере и в таких масштабах для подавления политических оппонентов невозможно, по крайней мере, при нынешней Украине. Я думаю, что здесь опыт Януковича и революции достоинства 2013-2014 годов он необратим и не искореним. Как политтехнолог на пенсии оцените, пожалуйста, деятельность телеканалов российских по борьбе со страшной либеральной оппозицией. С одной стороны, нам сообщают, что у нее там и пары процентов нет готовых за нее голосовать, а с другой стороны, одного ее лидера показывают так в неглиже, скажем, мягко, если он был, конечно. А других сейчас обвиняют в том, что они иностранные шпионы. Мы еще посмотрим фильм там на России, видимо. Ну, фильмы про Навального как иностранного шпиона кажется мне вообще ниже Плинтуса с профессиональной точки зрения. Не только с точки профессионального телевидения, а с точки зрения даже профессиональных политтехнологий. Потому что это только способствует укреплению популярности Навального в его референтной группе. А в других? Ему же надо расширять. А в других это не влияет на позицию Навального никак. Абсолютно никак. Ни хорошо и ни плохо. Там либо не знают Навального, либо относятся к нему заведомо негативно, а поменять знак узнаваемости с минусом на плюс всегда легче, чем узнаваемость приобрести. В любом случае такого типа медиапродукты способствуют росту узнаваемости Навального, а значит стратегически работают на него. Что же касается Михаила Касьянова, вот это, мне кажется, акт личной мести. Он даже не рассматривается как с позиции политтехнологической эффективности. Это неважно, эффективно это или нет. Позже, что Касьянов прилагал много усилий к формированию всяких проскрипционных списков российских бизнесменов и политиков способствовал введению санкций с точки зрения Путина. И поэтому всегда неплохо напомним человеку, чтобы он не зазнавался. Что у нас на тебя есть все. Вот это очень путинское это, очень путинский тип мышления. Что прежде, чем выпендриваться и строить из себя абсолютно чистого европейского политика, ты последи, пожалуйста, за собственной биографией. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, а не Путин, правда. Если у тебя очень чистая совесть, значит это очень плохая память. И вот Владимир Владимирович всегда любит напоминать своим оппонентам о том, что у меня на вас весь компромат есть в полном объеме. И если вы, так сказать, думаете, что мне нечего про вас сказать, чтобы вы ненадолго заткнулись, вы ошибаетесь. И что это? Конец политической биографии? Нет, в нынешней ситуации нет. Если бы Касьянов в условиях политической действия, в условиях политической открытости, имел бы доступ везде. Как на Украине. Да, то, конечно, это был бы по нему серьезный удар. Но сейчас, когда Касьянов с точки зрения внутренней политики это не повлияло никак на отношение к нему со стороны его сторонников. Со стороны гарнизона осажденной гиберальной гребности. Совершенно верно. То есть не время сдавать своих лидеров. А их просто невозможно, потому что, ну, тут уже один за всех, все за одного. Тем более, что уж ничего такого страшного мы про Касьянова не узнали. Он не ел христианских младенцев на завтрак. И даже в живот их не поцеловал. Кстати говоря, еще один вопрос. А вот некоторые считают, что эти такие атаки, они работают, почему-то они все время по демкоалиции и работают, значит, они на партию яблоко. Что Кремль выбрал все-таки пятую партию, которая может присутствовать в Государственной Думе. Я не думаю, что это является для Кремля самоцелью или каким-либо приоритетом, поскольку большинство кандидатов в демкоалиции просто не допустят до выборов. И проблема будет решена на этом уровне. Но у них же есть право прямого выдвижения пока от партии. Да, но это не означает, что кандидаты, так сказать, что все эти кандидаты дойдут до финиша электоральной дистанции. А что касается яблок, я все-таки думаю, что главной целью этой партии является преодоление не пяти, а трехпроцентного барьера, что позволяет сохранить обильное государственное финансирование, которое сейчас 110 рублей за один полученный голос. Я думаю, что в ближайшее время с инфляцией она будет увеличена до 150, например. И поэтому здесь яблоко не является ставкой Кремля. Яблоко — это просто необходимый, такой уютный, приятный элемент политического пейзажа, как пуфик где-то в углу большой гостиной. Пуфик — это можно, конечно, выкинуть с балконом, но зачем? Когда это он такой плюшевый и замечательный. И не случайно Григорий Алексеевич Явлинский с такой яростью оброшился на Михаила Борисовича Ходоковского, чтобы убедить Кремль в полном отсутствии между ними как финансовых, так и политических контактов. Ну мне, кстати, тут слушатели, читатели моего фейсбука напоминают, что вы тоже там в свое время обрушивались на Михаила Борисовича Ходоковского. Да, конечно, обрушился. Было дело. Но потом-то мы помирились, так же бывает в жизни. Ваши взгляды изменились? Ну, это сложная история, все-таки я обрушился на него 13 лет назад. И с тем, что много чего произошло, и я даже публиковал в газете «Ведомости» статью с официальными извинениями по некоторым позициям перед Ходоковским. Поэтому, если долго заниматься анализом, как менялись наши отношения с Ходоковским, можно проследить, как, просто зачем тратить драгоценное эфирное время. Ощущение такое, что Ходоковский слегка троллит и оппозицию, и власть, какие-то странные инициативы. Я не хочу сказать, что я хорошо изучил Ходоковского, мы с ним не так много встречались с момента его выхода из тюрьмы, но в одном я убежден, и что импонирует меня в Ходоковском, что он твердо верит в собственное право говорить то, что он считает нужным, а не ориентироваться на точку зрения аудитории. Он не собирается говорить нам с вами то, что мы хотим услышать. Ориентируется ли он на такой вариант развития, который произошел в Украине? Народная антикриминальная революция. Опять же, я не представитель Ходоковского и отнюдь не глубоко владею информацией о том, что он думает, а чего он не думает, но, как мне кажется, он исходит, возможно, любые сценарии. Здесь надо ждать и надеяться, а в процессе ожидания и по мере надежд надо способствовать в движении каких-то новых молодых политиков, которых могут быть хороши или плохи, но, по крайней мере, одним они уже хороши. Они бы боялись признаться, что они сотрудничают с Ходоковским. А народная антикриминальная революция в России возможна? Вот разоблачение за разоблачением, то виолончелист, то железнодорожник с шубохранилищем, то теперь генерал Золотов с десятками квартир замечательных, кто у нас еще вице-премьер по оборонке Рогозин тоже с квартирой какой-то там трехэтажной. Ну, скажешь, Рогозин долго-долго отбрукивался, но в конце концов все признал. Кроме цены квартиры? Ну, здесь, собственно, это не веном Гетона, как говорил известный литературный персонаж. Залезаем в базу данных риелторских агентств и узнаем нынешнюю стоимость этой квартиры. Так и что? Эти разоблачения не действуют на людей? По украинскому сценарию это произойти не может, поскольку на Украине нет института царя, нет монархического ритуала. В России он есть. Но он же должен разрушиться? Ну, он разрушится, когда будут нарушены ключевые условия монархического ритуала, о которых я неоднократно в том числе в этой студии говорил. Это эксклюзивность монарха, у него нет реальных соперников в реальном времени, непогрешимых. И даже наследника? Да, нет. Нет определенного наследника. Манный институт наследника, но, опять же, по принципу неопределенности мы не знаем, кто это никогда до последнего момента. Как это было и с Медведевым перед 2008 годом, когда было еще, так сказать, несколько наследников потенциальных. Второе, это непогрешимость монарха, можно критиковать его политику, назначенных им чиновников и так далее, но только не его самого. И третье, монарх стоит выше закона, принципиально. Он не подчиняется законодательству. Но, крайне, это нет ни одного из этих трех условий, поэтому там народные революции дважды за последние полтора-десяти летия совершились. В России этого не будет пока. И здесь, скорее, в России более вероятным, что я считаю, сценарий дворцовой перевороты. То есть, некого элитного движения. А гвардия? Ну, дворцовая переворота существует, как раз, осуществляется вдали от гвардии, потому что шарфики, табакерки, они не предполагают значительного движения войск для приводения их в конструктивное политическое состояние, а потом действия. Пожалуй, последний народный вопрос. Почему все еще не уехали из России? Все недовольные, видимо. Я не могу отвечать за всех, или даже за многих, отвечу за себя. Потому что я человек русской культуры, а русская культура обладает огромной силой притяжения. Это невероятная, так сказать, невероятная гравитация, если говорить об этом в позитивном ключе, с негативной эмоциональной окраской болота, которое страшно засасывает. И чем дольше я живу в России, чем меньше меня устраивает то, что в ней происходит, тем больше я понимаю, что за исключением каких-то экстремальных сценариев я отсюда никуда не уеду. Это не какой-то манифест или вызов. Вот, кстати, еду в Новосибирск, я собрался поехать почитать лекции на эти выходные, и уже сегодня я узнаю, что, конечно, все площадки, которые были мне гарантированы, уже все отказались меня принимать, но все равно поеду в Новосибирск, я по приглашению к Аздемкоалиции, ее местного лидера Егора Савина, и буду очень рад увидеть там пытливые глаза. На митинге? Будете митинговать? Никаких митингов, я не политик, не провожу политических мероприятий, это будут сугубо безобидные гуманитарные лекции, но, как и в случае Санкт-Петербурга годичной давности, уже и здесь мне хотят помешать эти несчастные лекции прочитать. Ну что, будем пытаться их прочитать, несмотря ни на что, хотя водить народ по улицам я уже не смогу из-за сломанной ноги. Спасибо. Сегодня нашим гостем в студии Радио Свобода был политтехнолог на пенсии, главный специалист телеканала Дождь Станислав Белковский, а мы все будем ждать, все будем ждать утверждения нового премьера Украины в Верховной Раде, оно вот откладывается. Велопередачу Михаил Соколов, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин